Добрый день! Мы все совершаем ошибки и во втором выпуске, который последует в следующий раз, я расскажу про свои профессиональные ошибки. Это временами будет даже забавно. Но сегодня мы поговорим про другое. Я вот очень люблю рассказывать историю про то, как я работал в одном журнале и, собственно, вот Егор Яковлев, он работал в другом журнале. Но и параллельно я давал ему возможность подработать у меня. И поскольку я человек достаточно а, добрый, б, терпеливый, то я очень долгое время спускал ряд вещей, которые любой другой руководитель спускать не стал бы. Но там атмосфера была такая. Это, в принципе, была синекура относительная. И в какой-то момент настал, точнее, настал такой момент, когда я сказал Егору и еще одному своему приятелю, который работал у меня арт-директором, что мы расстаемся. Я их уволил. Это стоило мне довольно, в общем-то, больших усилий. И вот надо сказать, что Егор в этой ситуации повел себя так, как должен повести себя настоящий мужчина. Он сказал, ты знаешь, Перец, я действительно был неправ, я это признаю. И с тех пор мы с ним общаемся, до сих пор вот... Он правда тут как-то сказал, а потом я уволил тебя. Ну, такое было, но там был совершенно другой контекст. Не столь, как бы, жесткий, мягко говоря. Так вот, завтра мне ехать в Москву. Сегодня мне позвонил Егор и пригласил на день рождения. Я крайне жалею, что не смогу к нему пойти. Потому что мы с ним, конечно, не близкие друзья. Но вот общаемся, как вы видите. И во многом благодаря вот той ситуации. Я это очень ценю в людях. Это большая редкость, на самом деле, признаться в таких вещах. У меня были такие ситуации, и я знаю просто, чего мне это, например, стоило. Но, к сожалению, к великому, таковых людей не очень много. И, наверное, возможно, вот, кстати, такой спокойный характер Егора Яковлева этим и объясняется. Что он достаточно, вот, философски подходит к подобным вещам. Потому что, опять-таки, я знаю, с кем ему приходится работать. Я с этими людьми тоже общался. И врагу не пожелаешь на самом деле. Ну, а я вам расскажу, с кем мне иногда приходится работать и общаться. То есть, вечер феерических историй продолжается. Я неоднократно говорил о том, что меня, ну, в 98% не задевает вообще, как бы, полив говна в мою сторону. Что меня реально задевает, это когда оскорбляют других людей и, в частности, мою аудиторию. То есть, вас. И иногда это происходит абсолютно одинаковым образом. У меня практически каждый месяц случаются истории, когда мне какие-то долбоящеры начинают что-то там написывать. А я, надо сказать, человек реально очень терпеливый и довольно-таки отзывчивый. Некоторые даже мне пишут, ой, а я не думал, что вы ответите. Я отвечаю, как бы, и даже там, мне задают какие-то там профессиональные вопросы по поводу литературы или каких-то архитектурных объектов. Ну, я не отвечаю, что, в принципе, вот Google в помощь. Я пишу. Пишу ответ, как бы, мне несложно. Хотя это отнимает, иногда, кстати, немало времени. Буквально этим летом один прекрасный человек начал мне написывать. Я ему отвечал. Дело было очень жесткое в моей жизни. Я был в Германии. И параллельно я там писал синопсис для одного проекта, который мне нужно было срочно сдать. Он восторгался вокалисткой моего проекта, остросоциального ансамбля Асса, Нафисой. Я сказал, ну вот, пожалуйста, напиши ей сам. Он написал. И потом мне Нафиса присылает то, что он написал. А он мне говорит о том, что она какая-то шизанутая. Ну и, как бы, в общем, все на поверхности. Я его очень вежливо, вежливо несколько раз писал, что я сейчас не могу общаться. Я занят. Человек разобиделся, послал всех и ушел. С тех пор он мне написывает. Он мне написывает периодически. И, как бы, я, знаете, как профессор Преображенский. То есть не хочу. Мне кажется, я уже делал об этом выпуск отдельно. Мне кажется, если человек не в состоянии держать себя в руках в элементарной ситуации, которая касается интернета, когда ты вот так вот сидишь, да, как я сейчас, в позе диванного воина, да, и строчишь, то что же ты будешь делать действительно в какой-то очень серьезной экстремальной ситуации, психологической, например, когда тебе потребуется самообладание, выдержка, может быть, ну, какая-то мудрость житейская, когда надо просто уступить, сказать, да, 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 я такой, я дебил. Вы хороший, я дебил. Я, кстати, так постоянно делаю, меня это очень часто спасает. Или вот, ну, это как бы прелюдия. Вот сейчас уже основная часть маргезонского балета. То есть как вообще устроена моя коммуникация с внешним миром? Дело в том, что вы прекрасно знаете, я об этом неоднократно говорил, у меня нету кнопок «подпишись», «ставь лайк», у меня нету ссылок на всякие «Яндекс.Кошельки», «Сбербанк» и так далее. Единственный период, когда я вывешивал эти реквизиты, это было зимой, когда я читал лекции «Романова без соплей», ну, потому что они требовали колоссальной подготовки. И там, да, я, в общем, посчитал, ну, почему бы нет? Кто-то как бы кидал деньги и прочее. Меня часто спрашивают, мне пишут, а как вот поддержать проект? Я говорю, не надо, я, ну, я не жарую, но я и не нищий человек, понимаете? Единственное, в чем происходит относительная монетизация всего того, что я делаю, это какие-то мероприятия, которые я встраиваю, там, в частности, экскурсии, либо лекции. И это, опять-таки, это не бизнес. Бизнес – это что-то такое, что ты можешь масштабировать. То есть, ты придумал некую бизнес-идею, ты запустил и дальше насадил вот людей, и это все за тебя работает, а ты там на Сейшелах как бы сидишь, попиваешь коктейльчик. В моем случае это абсолютно не так. Люди ходят конкретно на меня. И масштабировать себя я в нашем вот 21 веке пока не могу. Может быть, когда-нибудь нас как овечек вдоль начнут как бы плодить, но пока вот это нереально. Соответственно, вот вожу эти экскурсии, была у меня одна цена. И мне еще в прошлом году говорили, а что ты не поднимешь? Потому что, ну, это иногда смешно. А я не хотел, потому что я знал, что у людей разная ситуация. Ну, для кого-то там 500 рублей – это даже, знаете, задумываться человек не станет, как я люблю говорить, это три раза нормального чая в Сапсане попить. А для кого-то, в общем-то, это деньги. И ко мне ходили некоторые бесплатно. Ну, просили ее. Господи, я же не банк, не Киркоров. И потом я официально заявил, что ну нет денег, ходите бесплатно, ничего страшного. И был еще один момент, который, ну вот, о котором надо сказать. Некогда, когда у меня еще был там предпредыдущий проект музыкальный, я делал концерт, тогда еще вот привал комедиантов пытались реанимировать. Это такое культовое место на углу Марсового поля и Мойки, получается. То есть, вот была бродячая собака и привал комедиантов, да, это такие два культовых места серебряного века в Петербурге. И я собрал, действительно, зал там со своим проектом тогда, но у меня был бесплатный вход. И мне вот один умный человек по имени Володя Билинский, тогда он уже был матерый волк в этом отношении, он сказал, а чего ты радуешься? Бесплатный вход – это вообще не показатель. Ну, то есть, вообще. И я вот, понимая это, я действительно в этом году поднял цены на свои экскурсии в два раза. Потому что я осознаю, что в принципе оторвать вот эту вот часть человеческого тела вот от этого прекрасного изобретения человечества и прийти куда-то, особенно, например, в дождь, это, в общем, уже подвиг в наше тяжелое тоталитарное время. А еще и заплатить деньги, да еще такие. Но это уже о чем-то говорит. Это, соответственно, говорит тебе о том, что ты делаешь что-то важное и нужное для людей. Потому что самый лучший критерий оценки – это деньги. В данном случае. Ну, а есть еще другие критерии, о которых мы и поговорим позже. Какая же была реакция у некоторых людей? Губа не треснет. И вот одна женщина написала мне, скромнее надо быть. У меня был выпуск еще вот в рубрике «Россия – чужой взгляд», когда я не разводил вот эти свои балабольства, да? Которая называлась «Почему люди уезжают из России?» Дело в том, что мы все, ну, не все, а часть людей скучают по Советскому Союзу. А вот по Совку как-то никто не скучает. Ведь дело в том, что есть Россия, а есть Раша. Вы понимаете, надеюсь, о чем я говорю. Точно так же был Советский Союз, великий, могучий, без иронии. А был Совок, о котором как-то все моментально забыли. Вот это одно из проявлений Совка. То есть человек, который никогда не ходил ко мне и никогда, судя по всему, не придет, но ему есть дело до того, что я там, понимаете, поднял цену. Его никто не призывает ходить ко мне. Никто там с этим вот с пистолетом у виска к нему не стоит. Ему о моих экскурсиях из каждого утюга не вещают и баннерами в интернетах не догоняют. Я специально, кроме как своих роликов и роликов на канале Гублина, больше нигде это не рекламирую. Я имею в виду, у меня были предложения, я сам работаю в интернет-агентстве, но я этого не делаю. Потому что я считаю, что сарафан – это самая надежная вещь и самая, как бы, показательная. Тем не менее, надо быть скромнее. Вот какое тебе дело, дорогая тетенькая? Ну и вот недавно случилась еще одна ситуация. Дело в том, что я возил две группы в Париж. И вот сейчас я брал еще одну группу 22-го числа. Кстати, и 19-го ноября мы поедем вновь туда. То есть уже есть там два человека. Соответственно, если хотите, пожалуйста, 19-го ноября можно поехать. Программы вышли, все такое. И услуги мои там относительно современной российской ситуации, наверное, недешевые. За всю программу лично для себя я беру 20 тысяч. Прибавьте к этому перелет, проживание, питание и то, что Париж отменить не самый дешевый город. И получается довольно круглая сумма. Тем не менее, люди едут. Тем не менее, люди платят. Потому что, на самом деле, откроют страшную тайну, когда вы приезжаете туда и захотите, например, такую же программу от гида там, то вы выясните, что Павел Перец не просто конкурентно способен. Он вообще дешев по французским меркам. И я давно думал о том, чтобы привезти, ну, москвичей или еще кого-то в Питер. Я там сделал такой опрос, там, ну, сколько на три дня вы готовы потратить, если это от меня. Ну, мне сказали, ну, там, пятнашка, как бы, более-менее. То есть, понятно, что это ты, вот, включая все. Я вывесил объявление, где назначил цену в 20 тысяч. Я понимал, что это, ну, многое, на самом деле. Ну, мне нужен был, во-первых, как бы, некий запас на всякие там дела. Может, в гостиницу получше и так далее. Вот. И посмотреть, как бы, какая будет реакция. И один прекрасный человек, которого я в глаза никогда не видел, о котором я слышать никогда не слышал, буквально написал следующее. Вы меня простите, но это... Я вот вожу там за пять тысяч в Москву и предоставляю лучших гидов. И вообще меня самого нанимают, потому что считают, что я лучший гид. И начал там разводить вот это вот все. Какое тебе дело? Тебя кто-то заставляет ко мне ехать. Тебя кто-то заставляет мне деньги платить. Ну, какое тебе дело? И я вот как раз написал, что вот это и есть совок. И там уже и некоторые мои подписчики там ему ответили и так далее. Там была целая вообще, как бы, полемика на эту тему. Но суть в том, что потом мне написал в личном сообщении. Ой, ну мы тут пособачились, но вот у меня такое предложение к вам. Хотите? Я так даже не стал вычитать предложение. Написал спасибо. Он мне что-то ответил. Я все и забыл. На что вот человек рассчитывает? Ну, то есть он не умеет, опять-таки, себя держать. Он продемонстрировал вот это все перепиской два слова. Точнее, не два слова, а как бы два послания. Со мной дел иметь нельзя. Потому что я с такими людьми стараюсь вообще не общаться. Мне хватает этого говна в моей профессиональной деятельности, в рекламной. Потому что там я не могу с ними не общаться. Ну, это моя работа. Вот с такими мудаками иметь дело. Но вот в моей личной жизни я вывел из себя основной постулат. Я хочу как можно меньше общаться с такими мудозвонами. И как на голубом глазу. Как будто ничего не происходило. Как будто он не показал все. Я не знаю, как он общается со своими туристами. Как он общается со своими клиентами. Если вот он вот так вот реагирует в интернете. Что происходит в его реальной жизни, я даже боюсь себе представить. Но я бы не стал о нем рассказывать, если бы он не написал одну фразу. Потому что такое ощущение, что это просто как там... В общем, что я стригу капусту с лохов. Да, вот эти вот лохи приходят ко мне на экскурсии. Очень часто в последнее время у нас после экскурсий возникают некие дискуссии спонтанные. Такие мини-диспуты. Потому что я вижу, что в этой стране, где 90% вот такие вот, да, которым надо быть скромнее, вот это вот все, есть люди абсолютно вменяемые, адекватные. Они разные. У них разные политические воззрения. У них разная культурная база. Но им хочется нормального, адекватного общения. Где тебя не будут поливать говном. Где твою точку зрения выслушают. Где с тобой будут полемизировать в нормальном ключе. Вот не так, как в интернетах принято, да. Иди убейся об стену. Вот это вот, пидарас и все такое прочее. И не хватает. И я вот реально задумался. Ведь у меня когда-то была такая идея в свое время. Я еще в газете Гаудама сработал. Называлась она «Читать модно». Я собрал такой клуб книжный. То есть, там была площадка в институте имени Герцена. В самом центре мне бесплатно предоставлялась она. И я там собирал народ через свою газету, где мы обсуждали книжные новинки. И, собственно, у меня был такой двухступенчатый план. Аккумунировать аудиторию. А потом из этой аудитории еще вычлечить ту аудиторию, которая, ну, как-то любит активный образ жизни. Да. И сформировать такую, как бы, тусовку. Тема загнулась там по ряду причин. Там был потрясающий, кстати, момент, когда я была... Ну, это были нулевые. Прошу прощения. Это были нулевые. И тогда было денег везде много. Собственно, я вот успел, так сказать, заброситься в последний уходящий вагон этого глянцевого, гламурного мира под названием там «Лайфстайл журналы». И выходил такой журнал, посвященный литературе. Он только народился. Я знал главного редактора. Я пришел туда знакомиться, рассказывать про свой проект. И там одна дама, она сказала, а вот вы это устраиваете, там, сколько стоит вход? Я говорю, он бесплатный. Он говорит, хорошо, а кто ваш спонсор? Я говорю, спонсоров нет. Он говорит, а зачем вы это делаете? Я говорю, ну, мне вот прикольно, как бы, людей интересных собирать, обсуждать какие-то вещи. Он говорит, то есть вы что, это делаете не за деньги? Я говорю, ну, как бы да. И она мне сказала такую фразу, что, господи, как я вам завидую. У вас есть возможность заниматься чем-то не ради денег. Я вот ее сейчас очень понимаю, на самом деле, в этом плане. И вот эти вот люди, да, которые меня смотрят, ко мне приходят, среди них есть не одним высшим образованием, специалисты в таких областях, там, как ракетостроение, там, и так далее. Ну, совершенно разные приезжают люди. Вот они лохи. И я с них стригу капусту. И вот это меня, вот это меня задевает. То есть мой адрес, пожалуйста, я лох, как угодно. Но аудитория моя, они вы. Вы не лохи. Но это мое мнение. Я вижу, с кем я общаюсь. И я знаю, что это не так. Это как бы первая часть. А теперь вторая часть довольно более жесткая. Я ведь специально не называл этих людей, не показывал их. Ну, может быть, даже слишком много чести для них было бы. Но, опять-таки, я очень терпеливый. Вот, например, очень долго я переписывался с одним персонажем. Этого я покажу персонажем. И последнее сообщение сейчас выведу. Вы почитаете. Вот он, понимаете, он писал всем. Его и Гоблин-то забанил. Егор Яковлев забанил. А когда же я его забанил? А я не поддаюсь на такие вещи. Я его не забанил. Он меня не победил. Я ему написал ответ. Вежливый. Но четкий. И он перестал мне писать. И, опять-таки, возвращаясь к мероприятиям, которые я устраиваю. Разные люди приезжают. Вот было несколько случаев. Ну, вот один из этих случаев. Вы видели вот Рассел из Австралии. И прилетел, говорит, прилетел на твою экскурсию. Говорит, да ладно. Говорит, да серьезно. Ну, нет, ну это приятно как бы. Но я всегда с большим скепсисом к этому отношусь. И вот летом тоже пара пришла. Очень симпатичные ребята. Сказали, мы из Белгорода. Приехали специально на вашу экскурсию. Я говорю, ну, собственно, круто. Вот потом как бы... Ну, они приехали, уехали, естественно, обратно. И потом мне пишут... Это девушка. Я, с вашего позволения, просто зачитаю эту историю. Потому что она того стоит. Здравствуйте, Павел. Меня зовут Наталья. Мы с супругом были у вас на экскурсии этим летом. Заранее прошу прощения за орфографию. Мы три года никуда не выезжали из нашего Белгорода по причине появления младшей дочери. Эти три, а точнее два года, были сплошным кошмаром для нашей семьи. Я сильно сдала. Все эти годы вы были с нами, не давая тупить мне в конец. Так как читать нет времени совсем. Отсяг к знаниям никуда не делось. Вот и решение приехать к вам было спонтанным и рискованным шагом. Ничего подобного мы никогда не делали. Да и денег притык всегда. 1 августа мы решили, взяли билеты на 2-е, приехали 3-го, 5-го экскурсии, 6-го мы уехали. Еще хочу сказать, что поездка мне далась тяжело. 15 лет назад моя наивность вышла мне боком, а также двумя сломанными ногами и тремя позвонками, что посодействовало развитию моей социофобии. Теперь с каждым годом спина все хуже и хуже. Вот и на вашей экскурсии я еле-еле стояла. Несмотря на все это, нам очень все понравилось. Вы интересный, открытый человек. А новые ваши видео уже смотрим другими глазами почему-то. Спасибо вам. С уважением, семья Ермиловых. Я спросил, что за эта ситуация такая. Она мне написала. Однобарышня, будучи замужем и имея сына, приревновала меня к другому парню, выманила меня из дома и двое не раз судимых мужчин меня побили, посадили в машину и увезли на какую-то квартиру, где хотели надругаться. Но не успели, я выбрыгнула из окна третьего этажа. Потом собирались в лес везти, но на одной ноге было сломано две берцовые кости, и я стал звать на помощь. Я спросил у нее разрешение, можно ли я напечатать этот текст, потому что он меня поразил. Она дала разрешение, я его напечатал. Надо дать должное людям. Была колоссальная волна поддержки. Я специально записываю это видео, потому что потом еще с ней переписывались. Она писала у меня о том, что она до сих пор боится людей. И я говорил, что не все люди пидорасы в этом плане. И тем не менее, казалось бы, ну, казалось бы, да, тем не менее, появились комментарии. Я вам сейчас некоторые просто выведу. И я вот иногда думаю, вот как устроен человек? Ну, то есть, откуда вот эта злость, вот эта агрессия, да? То есть, ну, во-первых, как бы дети – это тяжело. Бывает так, да? То есть, я это сам знаю. У меня один-единственный неповторимый, и тем не менее, как бы, я могу себе представить людей, у которых там трое, пятеро или так далее. И, ну, как бы слов нет, да? И я понимаю, что вот эти люди, они живут, как бы, и... Ну, это ладно, это вот, это такое вот уже просто это тупорывое жлобство и так далее. Но я этот пост также опубликовал в Фейсбуке. Там была ситуация совершенно иного рода. Одна дама, я ее тоже сейчас покажу, указала на ошибку. Я, во-первых, я ответил, что, ну, было написано, извините за орфографию. Кстати, не такие там страшные ошибки были, если честно. Бывают такие, от которых хочется плакать и вешаться, а здесь ничего страшного. И написал, что я, так сказать, ну, хвалю ее грамотность и сочувствую ее комплексам. Комплексам. Комплекс — это ключевое слово данного выпуска. И понеслась. Дама это так задела. Она начала писать, что... Ну, то есть, в итоге все вылилось то, когда ей спросили, а зачем вы это все делаете? Она сказала, потому что я защищаю русский язык вот здесь, на дне. Вот у вас, ну, то есть, у меня там дно, вот на этом дне, да? Там просто одна, вот как раз Катенька, которую вы видели на выпусках про гидов, моя преподавательница, одна из лучших в мире женщин, по моему мнению, да, во всех отношениях. Она ее задевает эти вещи. Она написала, господи, Паша, как они, кто эти люди, как они у тебя оказываются вообще? Как вообще можно об этом писать? О таком? И оставляя такие комментарии. Она с ней вступила в полемику. И, то есть, это вот, понимаете, два полюса, да? С одной стороны, вот это вот мудила, да, которого я вам показал, а с другой стороны, вот это вот дама, которая вся из себя такая суперсноп, причем она не в России живет, как выяснилось, судя по всему. И вот откуда это все? Это все из каких-то глобальных, тотальных комплексов, неизжитых некоторыми еще с времен Советского Союза. И у меня порой, у меня была одно время добрая фея в моей жизни, она меня покинула. Я очень страдаю на самом деле. Я знаю, что ты будешь смотреть. Но, тем не менее, вот что меня спасало в общении с ней, так это вот этот вывод, который напрашивался, к сожалению, что 95% людей, вот они вот такие, вот они, они изживают свои комплексы везде. на работе, в интернете, в личной семейной жизни, где-то в общественных местах. Ну, то есть, вот оно вот все вот так вот. Иногда вместо того, чтобы промолчать или как-то перебороть в себе вот эту вот, не знаю, там, накопившуюся злость и так далее. Я сам на самом деле, у меня бывает такое, вот, пожалуйста, конкретная история, я пришел в газету «Гоу Дамас», когда-то была такая студенческая газета, довольно мощная, 50 тысяч тираж, бесплатная, вот, и там меня встретила девушка Катя. Кате было, по-моему, 18 лет. Мне уже было глубоко за 20. Я пришел туда там что-то поделать, а Катя была и у главного редактора на тот момент. Она как-то меня так взяла в оборот, стала меня учить уму-разуму, но я как-то сразу понял, как бы, почему она придирается ко всему тому, что я делаю, и я понимал, что я еще зеленый овух в день журналистики, но тем не менее. Ну, и понятно, что рано или поздно Катя оказалась у меня на муховой, на моем продавленном матрасе, потеряла сережку, которая впилась мне потом в жопу. Ну, и, в общем, с Катей мы не стали дальше общаться, потому что она была тупая. Проходит много-много лет. Я уж и думать забыл про эту Катю, она как-то забавилась ко мне в друзья вконтакте, ну, и хрен с ней. И она пишет мне, я у меня тут какой-то там суперцентр, ты вот экскурсии детские водишь, мне нужен сценарист и какой-то там еще человек в штат. Я в такой запаре, я ей даже не стал отвечать, ну, потому что, вот, она мне написала, написала. И в итоге вот она попала как раз на какой-то вот такой момент, когда мне очередные прекрасные люди написывали вконтакте, я не выдержал ее. Я говорю, ты бы мне еще окна у себя предложил бы помыть. Ну, и там понеслась, в общем, я ее опять назвал тупой. А все девушки в моей жизни делятся на две категории. Одни после того, как я их называю тупой, они становятся моими лучшими друзьями, там, и, может быть, даже очень близкими, а другие перестают со мной общаться, обижаются и так далее. Вот, как бы, это два критерия. Вот это, как раз, это персона сказала. Если бы ты был вот так вот, как ты пишешь, тебе бы не водил детские экскурсии и забанило меня. Ну, вот зачем я с ней вступил в полемику, да, ну, как бы, сидел бы себе тихо, а так вот, как бы, понимаете, и себя расстроил, и девочку задел, которая не изменилась. Вот, и что тогда было 18 лет, а что сейчас. А все почему? Да, потому что комплексы. И в этой связи, я вот уже реально начинаю подумывать, как бы вот эту всю историю, ну, вот, реализовать в каких-то оффлайновых, оффлайновых мероприятиях, такого более кулуарного типа. Вот, я не знаю, если у вас будут какие-то идеи, предлагайте, потому что, ну, реально я вижу, что, ну, не хватает общения. Мы ходим там в кафе иногда, но это все тоже не то, потому что это, как бы, во-первых, не знаю, 20 человек в кафе не влезут, да, мы там иногда восьмером, вдесятером приходим, а мы не помещаемся за одним столом, в общем, я вот об этом думаю. Не знаю, к каким выводам я приду и чего я из этого придумаю, но, тем не менее, мне кажется, что вот этому маленькому кружку людей, я же прекрасно понимаю, что у меня никогда не будет там многомиллионной аудитории, ну, не потому что я такой, вот, понимаете, весь, весь вокруг пидарасы, нет, ну, просто я, опять-таки, стою ногами на земле, кстати, тут написали, что, после фразы вот про пидарасов, когда я себя так называл, нельзя так себя называть, вот вам типичный пример комплекса, да что значит нельзя, да мне плевать, понимаете, как бы, в понедельник выложу клип про Милонова с Поклонской, вот вы там обосрётесь, как бы, те, кто считает, что нельзя себя пидарасом называть, поэтому хочу сказать, что мне иногда вот за вас просто реально больно и обидно, ну, просто я знаю, что вы не такие, а вас вот называют там лохами, или как бы вот под лекциями моими про романах без соплей, господи, что там только не писали, вы и быдло, вы и, значит, уж не помню это всё, но вот просто вот так, да, приходили такие люди и как бы вот высказывали такое мнение, но вы не быдло, это я могу быть быдло, иногда в оффлайне, могу, ну, ситуация, когда позволяет, точнее, не позволяет, а вынуждает, вот, и в этой связи, на самом деле, вот эти все комплексы и прочее, они вывариваются во многие вещи, вот у меня машину недавно угнали, да, причём в ней было масса всего, в ней был велосипед мой стритовский, я сейчас новый купил, ну, и так далее, хорошо камеру там сегодня оставил Black Magic, я иногда там хранил, ну, у меня была одна из самых неугоняемых машин, Mazda 5 их угоняют одну в год по статистике, поэтому я как-то особо и не парился, ну, собственно, я вышел, у меня поезд в Москву, экскурсия, я вышел, вижу, угнали машину, ну, ну, угнали и угнали, понимаете, ну, бывает, могли бы меня убить, могло бы ещё что-нибудь более ужасное предотвратить, ну, как бы, да, потерял деньги, но придётся ещё меньше спать, ещё больше работать, но я просто знаю, опять-таки, вот мне тут, кстати, буквально сегодня написала одна прекрасная дана, сказала, что, ой, это же для мужчин целая трагедия, нет, для меня не трагедия, но я знаю тех, для кого это была бы не просто трагедия, это был бы конец жизни, это было бы всё, вот, они бы света белого не увидели, а всё вот оно, понимаете, одно за другое цепляется. Если ты там не в состоянии смотреть на вещи как-то широко, просто и легко, ты и здесь точно так же будешь относиться, не знаю, к своей тачке, как к священной корове. Поэтому есть мечта, голубая мечта, чтобы люди были друг к другу терпимее, чтобы они не оскорбляли на пустом месте, чтобы они потом не вели ещё как больше себя мудаки, когда они оскорбили и понимают, что они сделали что-то плохое, но вот как-то надо с этим как-то справиться. И вот реально, вот чем старше становлюсь, вот тем больше начинаю понимать гоблина. Меня раньше так это вот тоже бебешево, эти молоденькие дебилы. Господи, как я сейчас понимаю на самом деле. Ну, я никогда так, конечно, не буду говорить, но основания, основания для этого есть все. Чтобы закончить этот не очень весёлый выпуск на мажорной ноте, хочу сказать, что да, есть попытка собрать группу в Петербург, но я думаю, что всё-таки стоимость будет в районе 15 тысяч, это включает всё. Ну, то есть проживание, питание и я. Три дня, пятница, суббота, воскресенье. Рассчитано это таким образом, что вы берёте пятницу отгул, приезжаете либо утренним сапсаном, либо ночным поездом. Я договорюсь с отелями, чтобы можно было, если вы ночным поездом приезжаете, чтобы вас туда вселили, чтобы по улицам не болтались. Соответственно, в воскресенье вечером опять-таки точно так же уезжаете, либо вечерним сапсаном, либо ночным поездом. И я, скорее всего, я долго думал, как построить программу, я думал, думал и придумал, что, скорее всего, наверное, мы реально вот как минимум день, а может быть даже два, мы посвятим вот моей любимой теме террористический Петербург. То есть, вот все, о чем я там рассказываю, вот вы это реально увидите. Потому что это еще включает в себя такую замечательную тему под названием непарадный Петербург. Ну, а один день мы посвятим какому-то там классическим вещам, которые тоже надо знать, любить и уметь. Вот. Соответственно, если есть желание, пишите мне. Значит, про Париж сказал, следующая дата это 19 ноября. 19 ноября следующая группа собирается, если соберется. Ну, естественно, вот в пятницу уже в 20.00 в эту буквально мы гуляем по охотному ряду, театральному проезду. В субботу в 13.30 мы гуляем от Петровки 38 до Цветного бульвара. Там масса все интересно. в Петербурге в воскресенье 18.00 экскурсия Бродский фильм брата группы Ленинград. А потом, вот буквально сегодня я эти встречи заделал. Сейчас я вам скажу, что вас ждет. Следующая пятница в Москве мы гуляем в другую сторону от Покровки, куда никогда со мной не ходили. Там будет про турбинских комод, про дом политкоторжан, про то, как я это назвал, тема коммунисты победитель большевиков, про самого святого доктора, про Шувалова и его роман с Елизаветой Петровной. Ну, то есть, такая эклектичная, очень насыщенная экскурсия. А в субботу в 13.30 мы будем гулять мимо Меньшиковой башни. Я расскажу, как он пытался понты кидать в Москве. Все это масонская история. Ну, и там будет еще дальше про разрушенный монастырь и про убийство. Про убийство купцом Мазуриным, ювелира. История, которая нашумела вообще тогда очень сильная и она нашла свое отражение в одном из романов Достоевского. В Петербурге через выходные экскурсии не будет, но будет в среду. Мы будем гулять вдоль адмиралтейства и там будет все. Террористы Вера Засулич, моряки адмиралтейства и масонский план якобы Петербурга и то, о чем я никогда не успеваю нормально рассказать про масонского архитектора Монферрана, построившего Исаакиевский собор. На этом все. Ссылки на все мероприятия, встречи и так далее есть в описании под этим выпуском. Там же все мои контакты, электронный адрес, сам контакт и так далее. Пишите. Увидимся. Пока.